Друзья, мы видим квартиру сейчас, которая... Это такая же, как то, что мы смотрели? Нет, это другая. Расскажите. Но это тоже ваннобедром, да? Да, это тоже ваннобедром. Слушай, пол хороший такой. На первом этаже. Она сделана, между прочим, чтобы вы знали, это плитка. Плитка, плитка, да. Это сейчас более современный ремонт, чем в верхней квартире. Симпатичная плитка. Да, это плитка, которая сейчас у нас в последние 3 года стала страшно популярна. Так. Она делает всех цветов. И она создает ощущение вот этой теплоты, как бы домашнего уюта. Здесь тоже самое. Это однокомнатная квартира, сделанная с ремонтом. Посмотрите, стало бы в 10 лет. Очень мило, да. Да. Шкафчик. Туалет. Посмотрите, опять. Пронарционер, пожалуйста. Туалет. Так. Ну, да. Значит так. Это ливинг-рум у нас, да? Да. Так, Мишка, а там что, спальня была? Да. Там мы были сейчас в спальне. Это у нас ливинг-рум. Я в самый угол забился. И там у нас кухонька вот справа. Вот открыт. И, значит, там вот у нас покушать комнатка. Опять писается, да? Ливинг-рум и ливинг-рум. Выход на улицу. Тут уже вода у нас прямо под ногами. Может, прям не открывается, да? Я, знаете, и сейчас я открою. Да? Да, ну, ради бога. Вы пока снимаете, да? Да. Значит, давайте вот мы посмотрим. Ну, что же, я бы сказал, что это типичный такой кондоминиум. Вот это вот окошечко, которое на кухню идет. Здесь 8 литров высота. Да, это где-то 2,5 метра, да? 2,4 метра. Это стандарт. Это самый стандарт для времени того постройки. Я повторяю, что это постройки... 70-е или 70-е? Нет, 90-е годы. То есть 85-е, 90-е, 92-е годы. Ну, что же, да? Ну, во всяком случае, это достаточно, достаточно типично, да? Ну, в принципе, веселый плюс, это просто, который, конечно, не заметит. Давай. Здесь вот это, в общем-то, все стандартно, но тут есть... Света, говори, пожалуйста, в камеру, если ты говоришь. Маленький закуточек есть, который можно использовать как офис. Да. А это... А в чем смысл закуточек? Да, ставится вот такой раскладной диван. А можно в столи. Это у вас нет гостей. Здесь делают или маленький офис. Хотя это кажется маленьким, но это большой. И его можно разложить, и люди здесь... Тут метров, метров пять. Ну, тут, правда, проход, тут нельзя все задействовать. Нет, так и дело в том, что там уже еще один проход есть. А-а-а. То есть тут вообще можно закрыть эту стенку, и тут окно есть. Все, что хотите вы закрепляете. Поэтому, я думаю, вот эти акапления есть. То есть вот этот вот кусочек, это очень привлекательная штука для спальни. Это по площади, те же самые там, сколько, 800 скверфутов? Нет, это чуть меньше, это 850. Та была 800, это 850, это 800. Ага. Я вам скажу такую вещь, что там же лестница, понимаете, вот эти 50 тех самых... Лестница немножко местно съедала. Да, у нас ее съедает. И я думаю, что этот квартир не меньше в реальной площади, а в реальной... Вы знаете, что? Конечно, там очень здорово было с высоким потолком, но и это неплохая квартира. Знаете, просто интересно так. Вот молодежь, молодежь, вот такая, совсем молодые, они любят вот эту вот верхнюю квартиру. Они просто бегают все с собаками, все что угодно. Вот сейчас я люблю там собачку. Вот. Здесь, например, любят люди, которые больше там как бы работают, люди более такие вот, ну, уже средний возраст. Они очень-очень... Обе квартиры очень симпатичные. Один вопрос. Да. Когда мы говорили про ограничения, которые вот в ассоциациях, вы упомянули про ограничения на количество собак и на вес собак, что можно одну большую, а всего две. Нет ли ограничений на породы собак? Есть. Три породы собак, повторите, запрещены. Это овчарка. Обычная, восточная европейская. Восточная европейская овчарка. Питбул. Так. И доберман пинчер. Они считаются агрессивной породой. Овчарка считается агрессивной. Да. Но они просто... Вы даже знаете, если вы даже выйдете на пляж, потому что здесь у нас только два пляжа, где можно гулять с собаками. Ага. И, например, овчарки, они обязательно должны быть на... На мордике. На мордике. На мордике. Да. То, что, например, я у вас не видел в Калифорнию. Про питбулов, например, я знаю, что они агрессивны, про овчарок я не слышу. У нас даже, вы знаете, что, вот, например, если вы даете документы на собачку, значит, она тоже должна пройти, как говорится, процессы. Конечно. Срыния, да? Конечно, да. Вы должны сделать ее фотографии, вы должны... Все абсолютно, что она сделала, прививки и прочее. И обязательно должно, если это хоть какие-то подозрения, если там не самая маленькая собачка, то должна быть справка, что там нету смеси с питбулом. Ой-ой-ой. Вот питбул у нас... Слушай, серьезно. Ну, потому что у нас нападают... А вот такой вопрос. В некоторых ассоциациях, в Калифорнии, я здесь не знаю, поэтому я вас спрошу. У нас, например, есть такое требование, может быть, что, вот, когда ты снимаешь, то ты обязан приобрести, пусть самый дешевый, но то, что называется, рентерс-иншуранс. Страховка. Страховка. Больше... Раньше вообще этого практически не было. Сейчас это очень популярно и это, как бы, есть комьюнити, где это обязательно. Есть комьюнити, например, в этой комьюнити вы уже должны иметь. Средняя страховка стоит 300 долларов в год. Да, мы делаем такие страховки. Вы знаете, что у нас вот в Калифорнии, например, я когда-то страхованием занимался, я хочу сказать, что самая дешевая страховка, которая... Шмотки вообще не покрывает, но liability, типа, она стоит, типа, 100 долларов, 90-100 долларов, значит, на год. На год. И если вы покупаете в той же компании, где у вас страховка на автомобиль, фармер, стейт-фарм, олл стейт, вот эти вот, то вам идет дискаунт на автомобильную страховку, и она вообще бесплатная. Ну, бесплатно нет, но я же, ну, говорю, просто средняя, поэтому, может быть, она чуть меньше, может, чуть больше есть. Опять-таки, где вы покупаете, да. У нас страховки связаны, опять-таки, я повторяю, потому что у нас штат близко к океану, и у нас связано вот это все с ураганами. И кондоминиум имеет, покрываются все страховки, что касается балконов, там, опять-таки, снаружи, а внутри это выложено сами. Я хочу ребятам сказать, что с точки зрения страхования, вот все, что, вот моя рука, вот все, что вот за моей рукой, вот эта стена, вот там, за ней, все покрыто ассоциацией, а все, что на стене, все, что к ней прикручено, вот если прикручено, то это еще ассоциация. А если вы просто рядом поставили, то это вы, это ваша страховка покрывает, да, много таких разных правил. Я не спросил разницу в цене. Вообще, первый этаж, второй этаж, это квартира. Значит, эта квартира тоже стоит 1200, но дело в том, что, опять-таки, преференз, кто любит второй этаж, кто любит первый этаж. Это вы не проснять квартиру, а прокупить. Прокупить квартиру, вы знаете, на сегодняшний день все квартиры, которые стоят в цене, вот так, как я говорю, 110, все, они все с тенантами. То есть, там люди живут уже. Поэтому, если мы даже придем, я спросила две квартиры, я хотела показать, вот такие, вот такая точно. Они говорят, они не разрешат снимать, понимаете, поэтому, но если мы хотим купить вот такого типа квартиру, на сегодняшний день можно 105-110 тысяч купить. То есть, на втором этаже, да, в первом этаже дешевле? Нет, они одинаковы, и так, и так. А вы сказали 105, а там было? Ну, я говорю, это, знаете, что зависит от состояния ремонта. То есть, разницы в цене между той и этой нет, а разница, то есть, разница в цене не то, что первый и второй, а от того, что как отделать. Абсолютно, абсолютно. А вот, например, в этом же комплексе может быть такая же квартира, но которая смотрит не на такой замечательный пруд, а просто там на кусты. Ну, вот мы пойдем посмотрим, но она тоже смотрит, по-моему, на... Но если смотрит на кусты, дешевле будет? Вы знаете, теоретически, да, а практически нет, потому что, опять-таки, это все зависит от состояния квартиры внутри. Сделан уже ремонт или нет? Как риэлтор, вот вы мне скажете такую вещь. Я понимаю, что вы, как бы, не можете знать, но можете предполагать. Поскольку мы смотрим на жилье, которое в исключительно низком, как бы, ценовом диапазоне, как бы, на уровне, ну, даже, я не знаю, такого не бывает, но вот есть. Как бы, есть ощущение такое, что, допустим, рванет цена, причем сильно рванет ближайшее, ну, пусть не в ближайшее время, но, как бы, по-настоящему росту. Будет только расти, да, это цена будет. Может быть, и более дорогой будет расти, но вот просто за счет того, что он дешевый, и их мало таких, вот, как бы, дополнительная такая есть. Я вам так скажу, конечно, вид, если вот так уже брать, грубо говоря, второй этаж, потому что люди чувствуют себя более защищенными, если они живут на второй этаже. Это, наверное, ментально. Так, хорошо. Потому что они считают, что это второй этаж. Хотя другие люди считают, что это капает с крыши. Но здесь и вид, конечно, то, что это вода, то есть это всегда имеется преимущество. Или, например, мы называем это private location, то есть имеется в виду, что, или это, например, гольфовый вид с гольфа. Не то, что вы смотрите окна в окна. Хорошо. Вот в чем разница. Такой вопрос. Вот если мы... На мусорную кучу. Если мы смотрим с точки зрения инвестиций, да, вот человек думает, смотри-ка, значит, так, столько там 100 тысяч положил, значит, там 6 тысяч в год имею, там 6%. Если мы смотрим на что-то, вот не в этом комплексе, не такого плана, какая-то другая недвижимость, есть что-то, что дает инвестору больший процент, надежно, вот так же надежно, как тут, но больший процент отдачи на инвестор. Есть, может быть, на сегодняшний день, я говорю на ситуацию, вот на сегодняшний день, я, может быть, это можно найти 7%. Ну, то есть не то, чтобы 15%. Нет, нет, к сожалению, нет, потому что у нас цены тоже очень растут. Я просто хочу вам сказать, что через год мы уже не найдем такой цены. У нас и сейчас на маркете 3-4 квартиры. Насколько на ваш рынок локальный здесь влияет, например, соотношение, там, скажем, курсов валют, там, бразильских, российских, там, еще что-то, вот насколько инвесторы иностранные стремятся? Нет, у нас нет, у нас нет. Здесь такого нет? Нет. Хорошо, ладно. Это касается, может быть, когда, например, инвесторы оптовые, как говорится, например, они покупают там большое количество комплексами, они покупают тогда, например, они стараются купить в одном комплексе, например, там, 10-15 квартир сразу. Но, понимаете, вы сейчас и не найдете такого количества квартир в одном комплексе за нормальную цену. Если вы хотите идти выше цены, тогда можно искать. С точки зрения, давайте такой вопрос я вам задам. То есть надо все это искать? Тоже такой спекулятивный по природе своей, но, тем не менее, вот есть уже, ну, много говорят сейчас на тему о том, что экономика цикличная, значит, раньше или позже, мы идем в следующую рецессию. Вот два года назад перед выборами говорили, вот сейчас выберут Клинтон и сразу будет рецессия, пора. Сейчас говорят, ну, может быть, не прямо сейчас, но до 2020 года точно будет и так далее, в общем, всякие такие разговоры. С точки зрения, вот, экономического цикла и так далее, вот, насколько, допустим, в случае рецессии, насколько падают в процентном отношении цены? Я понимаю, что чем дешевле оно, тем меньше оно падает. Значит, я, так, я поняла вопрос. Эти квартиры, они не могут уже упасть ниже. Просто некуда. Просто некуда. Я же еще раз говорю, проблема в том, что ничего в этой, в этой цене не строится рядом, вообще близко не строится. И старого нет. Все, что новое строится, оно строится 200 тысяч и выше. Квартирки. Да. Во-вторых, строят в основном большие квартиры. Трехкомнатные, там, четырехкомнатные, дома большие, понимаете, а маленькие квартиры, вот таких однокомнатных, практически не строят сейчас. То есть перестали строить маленькие. Они не выгодны стали для строителей, понимаете. Двухкомнатные тоже строят с большими вот площадями. То есть люди бы взяли, так как бы не выгодно. Не то, что не выгодно, а получается их просто нет. Поэтому вторичный вот этот рынок, он играет очень большую роль у нас. И понимаете, что пройдет время, приведется это все в порядок. Все абсолютно все почистят, все сделают. Нужно немножко времени. Но это очень перспективные проекты. Ну отлично. И мало того, и даже если люди купили, это всегда можно сдать, всегда можно продать. Потому что у нас проблема однокомнатных квартир. У нас раньше, в 80-90-е годы, в основном все строились двухкомнатные квартиры. Давайте еще один вопрос задам. Значит, с точки зрения того, где физически, географически люди работают. Вот они, допустим, квартирку здесь сняли, да? Вы говорите, она хорошо уходит, все. Как далеко от этого места люди должны отъедать, чтобы работа была? Я думаю, что мы потом сделаем вот эту вот как бы карту. Расположение, это вот это Village Boulevard, она всегда называлась Area для спальной, как спальный, residential. Потому что здесь до главной бесплатного хайвея здесь 3 минуты езды. Значит, нас построили здесь до океана 15 минут езды. До всех главных вот инфраструктур, кстати, огромных молов, огромных шаппингов, центров. Всего абсолютно. Это у нас максимум 7 минут езды. Принято, допустим, отсюда ездить на работу куда-нибудь в Форт Латтердейл, туда, в сторону Майами. Принято. Или это недалеко, да? Принято. Почему? Потому что таких построек, опять-таки, такого там нету. В основном Форт Латтердейл, опять-таки, это, я думаю, что кто-то будет показывать. Там в основном очень старые построек, или опять-таки, очень новые, которые очень дорогие. Тут у вас еще электричка есть. Мы со Светланой сегодня надеемся на ней вернуться в Майами и покажем. Вот смотрите, отсюда, если вы едете, во-первых, сейчас построены очень большие гаражи возле этой электрички. То есть отсюда электрички, ну, 5-7 минут. То есть вы оставляете машину, и вы себе едете буквально 15, ну, полчаса, и вы уже в Форт Латтердейле. Так. Без трафика, без ничего абсолютно. Это очень-очень большой импульс. Что там с паркингом? С паркингом здесь один паркинг на однокомнатную. Но открытый или он на открытый? Нет, открытый. Открытый. Ну, хорошо, а вот если гости, гостевой паркинг? Есть костевые паркинги, здесь много костевых паркингов. То есть не проблема. Не проблема. Так, восьмерка. Начинается трехкомнатная квартира. На втором этаже или на третьем? Она двухэтажная. Там и там. И второй, и третий? А вот такой вопрос я вам задам. Если, допустим, ну, скажем, спальня, вот прям под черепицей, там, на третьем этаже, там будет жарче, чем, например, ниже? Это зависит, как работает кондиционер. Ну, теоретически, наверное, да. Ага, хорошо. Потому что у нас, например, считается, что в одноэтажном доме прохладней, чем, например, в двухэтажном, потому что то, что под крышей, как бы, больше нагревается, как-то вот так. Вы знаете, здесь черепица, во-первых, во-вторых, здесь черепица, во-вторых, кондиционеры. Я вам говорю, во Флориде это настолько отличается. У вас кондиционеры мощнее. У нас может все абсолютно полететь в доме, и все будут молчать. Но если полетел кондиционер, это все, это истерика. Понял. Значит, мы идем смотреть трехкомнатную квартиру. Да. Значит, я еще раз хочу сказать. Вот, например, мы были на первом этаже, и мы были на одной двухэтажной квартире, как бы там среднее окно. Вот покажите. Да, 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 вижу. Вот это среднее окно. Мы не видели двухкомнатную квартиру, потому что вообще ничего нету. Но они приблизительно такие же, как с дополнительной комнатой, как на этаже двуспальные. А сейчас мы идем смотреть трехкомнатные. Вот они с одной стороны дома и с другой. Начиная второй этаж, то есть второй этаж и вот эта крыша. Давайте вот общую характеристику. Сколько там, площадь какая, и по чем если купить, и по чем если снимать. В том-то и дело. Эти квартиры, вот трехэтажные, они, я хотела показать, потому что они очень удобны для тех, кто будет жить. Наверное, если вы хотите сдавать, это не будет лучший вариант. Почему жить? Потому что она настолько, вот вы увидите, настолько в состоянии поместить там пять, три семьи может жить свободно. Она очень большая. Хорошо. Детей там можно много иметь, если есть куда им развернуться. Вот увидите. Но квартира мейнтенс, то есть месячная оплата за эту квартиру, сейчас идет почти 630 долларов. То есть там 370, а здесь 600. 370, 360, там да. Но почему? Потому что за счет вот этого большого размера. Конечно, площадь больше. То есть больше 1500. Все-таки, если купить, если снять, и сколько скверфутов? Значит, снять такую квартиру, сейчас, с которой мы идем, можно за 1600. То есть, очень выгодна. Такую квартиру выгоднее снимать. Господи, на 200 баксов дороже, чем ванбэ. Потрясающе. Теперь, а купить? Купить ее можно, ну вот сейчас, в силу того, что вот этот большой, месячная оплата, понимаете, не бывает, как говорится, ничего просто так. То за счет этого, эта квартира, например, нужно взять за 130. Может быть, я вам серьезно говорю. Но вы платите 600, там, 30, 640 в месяц, включая воду. Понимаете? Поэтому, вот люди покупают очень много для себя. А площадь какая? Больше, чем 1500 скверфитов. То есть, уже как домик? Это уже целый дом, да. Отлично. Поэтому я хотела показать, и именно, вот для людей, которые, например, купят две семьи, да, или там человек, он может сдавать эту квартиру. Вот вы сейчас увидите, это совершенно уникальный проект в плане расположения. То есть, получается, с точки зрения, например, для инвестиций, гораздо правильнее купить вот ту за 100 тысяч. Или двухкомнатную, двухкомнатную, но тоже. Я говорю, однокомнатную, вот мое мнение, я на инвестициях сижу очень тухо. Да. Нужно покупать однокомнатную, сдали, забыли. Мало того, если кто-то там чего-то будет делать не так, ну, съедят они стиральную машину. Да ерунда, конечно. Ерунда. То есть, получается, что, что вам бедром, что тю бедром, что три бедром, примерно те же деньги все и стоят. Итак, друзья, то, что вы видите, вот это входная дверь. Ирина, объясните мне назначение. Ну, я понимаю, что это кухня. Но вот это место в углу, под окном, это что? Это типа донигрум. Вот это как раз и есть маленький донигрум. Здесь люди ставят себе столик маленький. Света, ставили здесь столик. Да, если вы откроете, вот так вот, Света, давайте откроем, у окошка и у окошки. И вот тут можно поставить маленький столик. Это называется брекплей с ног, да? Брекплей с ног. Ну, допустим, мама тут ребенка посадила, он тут у нее подъел. А там формальные тайны, я где люстры, это формальные тайны. Так, подойди, Светик, давай мы по порядку. Вот кухня. Мы так зашли из двери и в кухню попали. Так, теперь справа это что, бедром? Вот это бедром. Это бедром. Бедром всегда это там, где есть классик. Если его нету, это считается DL. У нас то же самое, там большой шкаф. Шкаф большой. Эта комната тоже метров 12, да? Так она не маленькая. Здесь хорошая. Не маленькая. И знаете, что здесь классно? Проход широкий. Вот этот вот, тут 4 плитки вот эти вот лежат, 4 фута фактически. Большой. 4 фута, это очень приятно. Это называется powder room, то есть это имеется устремляемая машина. Это вот там. Света нет, ребята, поскольку не живая квартирка, Свет отключен. Но наша камера выхватывает в темноте. Вот тут. Так, теперь. Это пошло на второй этаж. Квартира двухэтажная. Здесь у нас просто под лесенкой кладовочка такая. Это, ну вот тут, да, тут формул в дайнинг такой можно сделать. Вот тут покушать. Это очень большая площадь. Здесь можно поставить огромное количество дивана. Все, что хотите. Ну, это, это квартира площадью... 150 квадратных метров. Это площадь дома, там, скажем, небольшого трехбедромного дома. Так. Значит, там еще спаленка, я так понимаю. Это мастер. Это мастер? Да, это мастер. Ага. Это мастер бедром. То есть мастер бедром, это там, где есть свой, так сказать, приватный санузел. Вот он тут у нас. Мастер бедром. Ага. Пожалуйста, умывальничек, шкафчик очень милый, очень милый. Ну и санузел, я не знаю, тут темновато, но, ребята, что могу, то слоу показываю. Хорошо, что камера у меня сейчас вот эта, она вытягивает в темноте. И балкон. Тоже он с сеточкой. И он такой угловой еще. Балкончик, видите, тут в эту сторону и в эту сторону. Давайте я вам покажу. Ну, за сетку извиняюсь, но вот во время движения камеры, может быть, сетка не так влияет. Ах, знаете что? От этого дела свеженьким. Вот так ветерочек дует. И таким свеженьким. Хорошо, правда. Очень классно. Я, честно сказать, доволен. Так. Ну что, вот там ребята наверху стоят. Сейчас мы к ним поднимемся. И так, лесенка, лесенка. Вот лесенка. Ирина, а вот как принимается решение, например, мастить ступеньки карпетом или, например, там, скажем, под деревом? Да, они, видите, оставили карпет. И следует для себя сделать, конечно, наложить плитку или домомату. Вот это, посмотрите, новый кондиционер. Один на весь всю квартиру. Это кондиционер? Это кондиционер. Один на всю квартиру. Ага. А здесь уже карпет у нас. Да, а вот, вот архейт. Вот, пожалуйста, посмотрите. Мы там тоже смотрели, видите? Да. Вы знаете, у нас было время, когда шикарные дубовые полы закрывали карпетом. Была такая мода все карпетами закрывать. Представляете? Да. Значит, это считается лофт. Но дело в том, лофт имеется в виду, что здесь полностью была открыта стена. Они ее закрыли и сделали полностью третью комнату, потому что у вас есть полная ванна, туалет. Так я тогда не понял, это получился как мастер-бедрум еще один? Это еще один как мастер-бедрум получился. Ага. Просто они закрыли это. То есть по дизайну здесь не было три бедрума? Здесь было, мы говорили, что это два бедрума и лофт. Два бедрума и лофт. Это имеется в виду, что открытая была площадь. А они закрыли. Они ее на самом деле еще довольно, так сказать, дизайнерски проработали. Очень много. То, что свет прошел, проходит. Знаете, потому что во Флориде все любят свет. Любят, чтобы был свет, чтобы было солнышко. Поэтому все как можно больше пропускается. У нас не ставится много черных. А там пальмочка, друзья. Да. Вот. А вот посмотрите, какой вид у вас, так сказать, из туалета. Из туалета пошли. Обычно из ванной бывает, там моешься, и там у тебя под окном что-нибудь такое, океан. Если есть рядом. Ох ты! Ох ты! Прямо хочется запеть, друзья. А вот посмотрите, и посмотрите, какой классик. Шкафчик. Да, душевно, душевно. Я когда увидел вот эту вот речку под окном, мне захотелось запеть там «Волга, Волга, мать родная». Вот что-нибудь такое широкое, такое. Так, это мы... Я не знаю, что это, Свет. Это он хитер и немножко полок. А какой-то он такой низенький. Он просто маленький. Обычно ты привык 65, ты сам отолонный, а это 35. А, понял, просто он мощности другой. Ну что же, Свет, скажи, вот как ты, вот давай и так, мы посмотрели три, да, на втором этаже, на первом этаже. И вот этот вот трёхкомнатный, трёхспальный, что ты скажешь? Ну, уже сказали, что вот такой вот трёхспальный лучше для проживания, а не для инвестмента, да. Я, в общем-то, с этим согласна. Свет, сделайте меня здесь. Так, ну пойдём к Ирине. Мне больше именно на сдаче понравился даже второй июнь, несмотря на то, что мы, в общем-то... Вот вы меня снимите, чтобы показать. Да, друзья, вы видите простор. Да, и вода отсюда видит. Да, и водичка тоже видит. Да, да, и возвращаясь, как вы видите. А вода, там вот это, москиты, всё оттуда... Ну, сетка. С реки, вот там. Ну, сетка, во-первых, не сетка, во-вторых, москиты у нас в основном два раза в год. Это в основном идёт июль-август, это вообще когда заселеют, но они по всему миру. Так, и здесь... Ну, а на первом этаже заполтают всякие кадры ползунки? Нет. То есть здесь нет вот там всяких змеюк там... Нет, потому что комьюнити, когда вы плавите веще на плату, он называется тест-контрол. Да. Они опрыскивали куриторию на всякой пакости. То есть, если бы они специально не опрыскивали, то приползло бы что-то? Не думаю. Не думаю. Потому что всё равно это цивилизованная эле, а не цивилизованная не бывает. Ну вот, например, у нас, скажем, есть места, где муравьёв сколько хочешь? Нет. Я же говорю, это обязательная вещь, мы должны делать этот тест-контрол. Отлично, отлично. Я вот с лестницы снимаю, и потолки какие, посмотрите. Понимаете, если вы не будете мыть кухню, конечно, у вас тоже разведутся всякая. Поэтому, если вы не будете опрыскивать тушить. Ну да. Я хотела сказать несколько слов ещё по поводу appliances. Да. Ну, стиральная, сушильная, плита. Стиральная машина, от холодильника, всё. Значит, средняя цена, например, плиты, это 300-400 долларов. Вот для такого арендовочного юнита обычно. Да. На скидках можно ещё дешевле это взять. В холодильник это 350-550. А стиральная машина, опять-таки, с сушилькой обычно она идёт. Тут можно сейчас было взять за 550 дверь, и то, и то. У нас есть ряд магазинов, которые продают, вас нет в Калифорнии таких, они называются Brand Smart USA. Это как бы остатки из дорогих магазинов, и они продают вот этот товар. Ликвидации. Они продают, у них безумные скидки на Новый год, на какие-то, на всё. Помимо этого можно всегда купить использованную продукцию. Потому что в Америке легче купить новое, чем починить старое. А можно вот то, что называется Discontinued, которое осталось там 200 штук, их уже сняли из производства. То же самое они идут вот в эти магазины. Это огромный магазин у нас. Здесь у нас всё, там люди приезжают, и можно купить всё. Там ложки, вилки. У нас такие дома свои есть. 20 долларов можете купить полностью для кухни. Угу. Вот. Просто хотела сказать по поводу того, чтобы люди не боялись, вот если сломается холодильник. Ну да. Это фактически как вот, допустим, мешок ты меняешь там на мусорном баке. Поэтому, ну допустим, человек прожил два года, и ты выкинул полностью плиту, поставил новую. Ну хорошо, 300 баксов. Ну вы знаете, в силу того, что у нас нету газа, у нас сейчас все переходит на вот такой флет. Да. Вот такого типа плиты, они плоские. Плоские. Да, плоские. У нас идёт штат, когда люди очень много работают, особенно в сезон. Сезон начинается у нас, считайте, с ноября по апрель. Туристические. Туристические. Ну это, вернее, люди, которые с севера приезжают сюда, потому что здесь такая погода. И люди, которые вот работают, они работают с утра до вечера, потому что это то время, когда ты зарабатываешь реально деньги. Остальное время ты работаешь, но это не такой график, и не такое всё. Люди уезжают на север. Опять-таки, возвращаясь к оплайнса, все, чтобы не боялись, потому что здесь можно починить это, можно купить использованный, а можно купить и новый. Индукционная плита, она дороже, чем вот там. Что такое индукционная? Ну вот то, что вы видите, плоская. Это как специальные кастрюли с магнитным. Нет, нет. Вот то, что вы сказали, плоская. Нет, это не индукционная, это электрическая просто. Это электрическая плита с обычным стеклянным покрытием специальным. Значит я неправильно назвал. Я неправильно. Хорошо. И это сейчас очень, опять-таки, популярно, потому что оно не портится ничего, но оно будет там немножко заменить, это 50 долларов, если хотите. Его помыть ли план гигиеничная такая? Да. Так что это бояться тоже не стоит. Холодильник никто не снесет. Нет. Вот единственное такое место, где могут, где может возникнуть желание заменить это в основном плита. Опять-таки, вы знаете, ну может быть это мое мнение, или правильно, неправильно, я много очень работаю с людьми, которые снимают квартиры, а во Флориде очень-очень много не готовят. Потому что у нас вот это, люди действительно ходят аут очень много. Если это большая семья, там как-то, но все равно, у нас эти все кафетерии, это все, вы можете нормально ланч купить за 5 долларов, хороший ланч. Да, да. Ужин за 10 долларов, вы можете себе нормально купить, и когда начинается, вы должны готовить. А вот такой еще вопрос. Это невероятно. Вот эта квартирка двухэтажная, она от трех спальнях. Вот какого клана семья, допустим, ее бы снимала? Обычно это снимает, знаете, даже две семьи здесь снимают. Обычно, потому что, или кто-то, или там, например, одна семья, и там чей брат или родственник, кто-то, потому что очень большая территория. Здесь снимают много с детьми, обычно два ребенка, один ребенок, потому что есть и где, как говорится, побегать, попрыгать, все. Хорошо. Хорошо. Вот.